ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Кроссовер Hyundai Tucson по версии страховщиков стал самым угоняемым автомобилем в России в 2022 году. В тройку наиболее привлекательных для злоумышленников машин также попали Kia Sorento и Mitsubishi Outlander. Далее идут Hyundai Creta, Honda CR-V, Renault Sandero и Kia Seed. Популярность корейцев среди охотников за чужими машинами специалисты объясняют их широкой распространенностью и востребованностью на черном рынке запчастей. ТРАССА СТО ОДИН В январе этого года самой покупаемой новой легковушкой в России снова стала Lada Granta. Ее минимальный заводской ценник сейчас 678 тысяч 300 рублей. Второе место досталось Lada Niva Travel почти от 1 миллиона. Замкнул тройку лидеров Cherry Tiggo 7 Pro минимум 2 миллиона 140 тысяч. В целом продажи свежих авто в первом месяце 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 сократились на 47%. Фавориты рынка – Lada и китайские модели. На них пришлось 80% продаж. ТРАССА СТО ОДИН Компания Chang'an начала российские продажи лифтбека Uni-V. Автомобиль стоит минимум 2 миллиона 630 тысяч рублей. Сопоставимая по размерам со Skoda Octavia машина комплектуется полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 лошадиная сила. Трансмиссия – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод только передний. Модель оснастили активным спойлером, выдвигающимися дверными ручками, камерами кругового обзора, электроусилителем руля с тремя режимами работы и другими опциями. ТРАССА СТО ОДИН Распространенная ситуация. Обгон начинается на участке дороги с прерывистой линией разметки, а возвращаться в свою полосу приходится уже через сплошную. Наказание за такой проступок – штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. Ряд российских юристов высказался за пересмотр данной нормы. По мнению правоведов, водитель зачастую не может определить расстояние до начала зоны, где обгон запрещен. Этому мешают, например, погодные условия или габариты обгоняемого транспортного средства. Каждый случай, считают эксперты, должен рассматриваться индивидуально. ТРАССА СТО ОДИН В нашу страну по схеме параллельного импорта начали поставлять Форд Пума. В самом начале 21 века модель представляла собой компактное купе, а сейчас это небольшой кроссовер. Дилеры просят за модель минимум 3 миллиона 170 тысяч рублей. В движение она приводится однолитровым 125-сильным бензиновым мотором, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. В списке оснащения присутствуют, к примеру, система автоматической парковки, камера заднего вида, датчики света и дождя, обогрев зеркал. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова